Всем привет! Сегодня у нас пятница. Сегодня ветер 5-7 метров в секунду на Ясинской переправе. После обеда будет еще сильнее. Барашки вон идут. Утки летают. Погодка радует. Все теплее и теплее становится на Ясинской переправе. Лиман уже совсем теплый. Но сегодня я все-таки решил надеть гидрик, пока не морозит. Все-таки мы уже адаптировались. Мы почти уже южные ребята. И надо беречь тепло организма. Все чаще на Ясинку приезжают другие кайтеры с разных спотов, точек, регионов. И ждем. Ждем. Под хороший прогноз на всю неделю следующую. Всех, у кого есть выходные на День России. Ура! Море у нас волнуется. Сейчас запад, потом. Поэтому дно у нас все сбаламучено. Вы можете видеть, что новая волна ходит как-то маленькая. На самом деле, в общем, железный. Ну и весь револ в нашем рту лежит. Единственное препятствие составляет плавающая рыба, которая на доску прям врезается. Вчера меня прямо сбило на гидропоиле. Как будто воткнулся в огромную осетра или огромного пеленгаза. Очень вкусно, они, кстати, здесь на переправе. Да, вот вырезаем сейчас в сторону. Матуре я нам пытался вырезать. Вышел на пятнашке смайл третьим. Затянул ее на полную. Но, тем больше прикатываюсь к этому кайту, тем больше он мне нравится. Вначале были у меня некоторые опасения. Настраивал, перестраивал, пытался добиться лучшей характеристики. И сейчас, в определенном метре, сделаем более кайт плоско-арочным. Вытянул на миксеры ряд вверх. Он вполне себе достойный ведет сбегающий. Выбрасывает парафойла. Я думаю, что пятнашка, конечно, более тяговитая. Потому что, блин, сейчас литвенажка у нас в Кировске утягивала, поверьте. И монстры. Парафойля, наверное, гоню. Смайл третий рекомендую. Всем, кто хочет прогрессировать в области парафойлов. Достойный российский бренд Парафис. Улучшает на сегодняшний день качество. И выпускает все новые и новые модели. Это не может не радовать. Ну и сегодня, я думаю, что в втором времени выпустим обзор нового кайтборда от компании MJ в малом размере. 125 на 48. Уменьшенная копия флэпджека. Ведет себя просто превосходно. Отличная моделька для гидрофолистов с опытом, которым 146-я доска может показаться уже большой. Поэтому МТ в этом сезоне сделал, наконец-то, новый кайтборд. Это не может не радовать. И я вырезаюсь. Вырезаюсь даже до птичьего острова. Это вообще супер. Вот это за резко. И кто-то еще может говорить, что МТ в гидрофойл не очень. Это классный бюджетный кайтборд и гидрофойл. Кто хочет, не заботится. Потому что, поверьте, за карбоновыми гидрофойлами надо усаживать, надо усадить. И блин, как же они больно режут. А это запрос у гидрофойлов, на котором ты катаешься, получаешь удовольствие. Так что МД РИС-5. Так, разворачиваемся. А то что-то чувствую, я сейчас в мель въеду. Входим. На, мелководье. Нам куда не надо. Ой, теперь в лайтовом режиме, вниз по ветру, ты просто сливаешься. Вот это кайф. Это кайф катания на гидрофойле, который, по-моему, невозможно ничем занеменить. Ты просто дрейфуешь. Ветра как будто нет. Ощущение, что просто кайф тебя не тащит. Вот отпущенная планка. Ну, чуть-чуть я его поддерживаю, чтобы небольшое было натяжение. И ты едешь. Чоп тебя просто не тревожит. Ты идешь как по флету. Это прекрасное чувство. И поэтому с каждым сезоном, с каждым сезоном любителям гидрофойла становится все больше и больше. И это... Это офигенно. Так что... В кого-то врезался. Ждем всех в этом сезоне на Ясинской переправе. Прочувствуете кайт-спот, где самый маленький трафик на сегодняшний день. Вот сейчас у нас вместе со мной три кайтера на воде. Три кайта в воздухе. Офигенно. А поверьте, площадь этого лимана 600 квадратных километров. Ну, около, плюс-минус, да? То есть у нас где-то 20-ка в ширину, точнее. И вот туда... Даже не знаю, сколько. Ну да, километров 30. И получается 20 на 30. Вот так мы и берем. Катайся не хочу. С той стороны у нас Приморско-Ахтарск. Там тоже у нас кайтеры, виндсерферы. Но катаются они в большей части с той стороны. На море. Потому что ветер им сейчас не в ту сторону. Ну что, кайф. Скажите, кайф. Скажите, это же... Кстати, смотрите наши обучающие видосы, разбор ошибок и так далее в предыдущих видео. И не проспускайте экстремальные четверги. Задавайте вопросы. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Мы будем делать еще стримы. Интернет на Ясенке позвоняет. Теле 2 на Ясенке сделала. И наконец-то МТС поставила вышку, но МТС я не проверял. Живитель лужи. Интернетом. Связи не было, поверьте. Видео. Еще два года назад выкладывали. Ездили в станицу Есенскую, чтобы хоть как-то залить наши видео, чтобы мы могли посмотреть. Ну так. Ладно, всем счастливо. А мы кайтите. Пока.